Ты готов? Нет. Раз, два, три. Блять, Маш, что это было? Что это за вялый хлопок был? Все, сейчас, быстро. Я случайно не попала. Раз, два, три. Шалом! Вы слушаете подкаст «Чё там, мы, евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в еврейском мире. С вами Макс, Лев и Маша. Привет! Привет! Хотелось бы извиниться. Я в прошлом подкасте говорил, что вот, мы вышли, значит, на регулярный график выпуска подкастов, раз в неделю, и тут прошло почти две недели. Я бы хотел извиниться, там у меня был день рождения, ещё куча всего. В общем, я накопил отмазок, но мы постараемся выходить с какой-то промежутком. Да, больше ничего не праздновать постараемся. Да, в целом, да. От меня в день рождения. Настолько жизнь унылась, что можно ничего не праздновать. Что у тебя было интересного, Лев? Ну, из интересного я начал работать над дикцией по упражнению, которое посоветовал Денис Чужой, которое ему посоветовали в Google-центре. Это нужно зажимать винную пробку между зубов и говорить с ней так. Блин, мы хотели, чтобы я её принёс сюда и что-нибудь вам сказал о свинной пробке в зубах, но ладно, потом. Хочешь, я шутку тебе расскажу? Это не шутка, это реальная история моя. Я услышал про эту, ну, я знал про эту штуку, свинная пробка. Я тебе больше скажу, я её засунул. Я не знал, что нужно зажать между зубов, и я её засунул полностью в рот, и я такой думаю, а как нужно говорить? Типа, не очень удобно, совсем неудобно. Я потом зашёл в YouTube, типа, упражнение с винной пробкой, и потом показали, что нужно чуть-чуть ставить зубами, в зубах держать немного, и не говорить. Ну, там просто история, что, типа, грубо говоря, когда у тебя в зубах винная пробка, ты там прям каждый звук должен выговаривать, ну, акцентированно, потому что иначе он у тебя пропадёт. И тогда буквы не жуются, как у меня в речи. Вот, и я, собственно, винные пробки взял у Макс на день рождения, тут люди пили вино, я ворвал их пробки, принёс домой. Ай, вот я понял, почему ты пробки забирал, потому что я не понял тогда, я думаю, ну, ладно, там утехи у них свои, какие-то с пробками, я думаю, не буду даже интересоваться. Да, теперь понятно. Да, ну и это подруга у меня весёлая, поэтому я сижу, значит, с пробкой разговариваю, и такой, типа, что вот бесит, что после пяти минут работы с пробкой она вся в слюне, она такая, ну, зато в жопу легче ставить будет. Передаю слово Димон Кривисе к следующему. Благо пробок у вас теперь много, всё нормально. Маша, что у тебя было интересно? Так, интересно, а ну, стендапы идут плотненько, это я уже говорила. Ты уже, я вижу, уже говорить не можешь после этих стендапов. Да, много стендапов, будут длинные выступления, отчётное выступление, проверка материала, это тревожно, потому что это долго нужно стоять на сцене и держать мысль, держать аудиторию, всё держать, это много ответственности. Вот продолжается арт-прогулки тоже, веду завтра и в пятницу арт-прогулки, в мае сделаю новые, вот всё, в общем, ещё в этом формате развивается. А ещё недавно я получила в Инстаграме сообщение очень приятное от молодого человека, который находится на программе на Олег. Который находится прямо сейчас. Здесь, вот, который прямо в этой студии. Он сейчас зачитает. Да, и он мне написал, что, вот, есть такая рубрика, что культурная минутка зажгла огонь в моих глазах. Это пишет он. И быстро собрав вещи, я помчал в музей Тель-Авива. Я остался в восторге. Спасибо нам большое, что это моя вторая выставка за всю жизнь и первое смыслительное решение на неё двинуть. Хочу теперь ввести это в привычку, так как тема искусства мне близка. Вот, и он всего два года в стране, и немного видел ещё, и на программе на Оле, и, в общем, что он уверен, что Тель-Авиве кипит жизнь, и он дальше спрашивает про всякие ещё штуки, где можно узнавать про искусство. Короче, испортил пацана, да? Был бы отличный программист, возможно, хороший инженер. Так, любому программисту очень полезно отвлекаться на искусство. Ну да, да. Понимаешь, это всем полезно, это другой мир. И вообще у меня мысль, я хочу ещё написать, может быть, немного о том, ну, зачем вообще ходить на выставки. То есть я вижу, что этот вопрос летает в облаках. В облаках этой комнаты. В воздухе. Летает в воздухе. И это тоже интересно, на самом деле, мне почитать, что вообще по этому поводу пишут, вот, и как-то сформировать тоже единую такую мысль. Так что будем работать в этом направлении. Так пускай люди в комментарии напишут ещё раз, что можно писать в комментарии? Ну, если у вас есть какие-то мысли, зачем людям ходить на выставки, вот есть такая стигма, да, что зачем мне ходить на выставки, я не понимаю искусства, вот такая большая. То есть есть такой стереотип, что вот есть люди, какой-то такой сектор, который не понимает искусство. Но я в это не верю. То есть в моём видении и понимании, что искусство может понимать каждый. И вот как у Верыпаева была такая короткометражка, там, где мальчик пытался поговорить с полячкой, которая его не понимает. И он у него спрашивает, а ты не понимаешь, да? И он говорит, ну, она такая, не понимаешь, да? Он говорит, а не надо понимать, ты ощущай. Вот, вот это про искусство, понимаете? Хорошо. И можете посмотреть эту короткометражку Верыпаева, я, правда, не помню, как она называется. Мы приложим ссылку, да. Да, и в общем, что, Даш, это про ощущение, про то, которое опирается на твой жизненный опыт, то тебе может нравиться искусство или не нравится, это другое, это другое обсуждение. Вот, то есть и не надо их всех смешивать. Ладно. Ну, вот в комментариях напишите, если у вас есть мысли по поводу того, зачем человеку ходить на выставки, вот берем среднестатистического, не того, кто угорает по искусству, как я и просто, боже, боже, как там классно в музеях, а вот просто человеку, который после работы, вот зачем ему вообще идти на выставку и смотреть на искусство. Если у вас есть какие-то идеи... Если можно пойти в стрип-клуб, да. Вот. Ай. Действительно, это уже дилемма-то другая. Нет, я, между прочим, хожу и туда, и туда. Ты каждый день ходишь в стрип-клуб? Когда ты был в стрип-клубе? Я себе, что вы тут... Вы нормальные люди. Два года назад в Амстердаме я был в стрип-клубе в двух. А я был первый и последний раз в 16 лет. Мы выступали там с концертом в перерывах между стрип-клубами. Да, я помню эту историю. Как это релевантно к тому, какой жизнью вы сейчас живете? Мы до сих пор живем в прошлом, получается, с Ольвом. Получается, вы застряли на шесте. Я советую вам слезть оттуда и спуститься в музей. О, Ольва, там пробки, все нормально. Кошмар. Что у тебя, Макс, было? У меня, значит, у меня был день рождения, мне исполнилось 29. Еще я ходил выступать со стендапами, но поразило мне, естественно, не это все. Главный отпечаток моей душе на этой неделе оставило. А то, что я зашел на Кинопоиск, я туда часто захожу, чтобы посмотреть про фильмы, почитать что-нибудь. И я там увидел на главной странице сериал, называется Папик. И я такой, ну ладно, Папик и Папик. Ну, бог с ним. Кто я такой, чтобы судить? И я увидел рейтинг 7,8. На секундочку. 7,8. Мне кажется, не у всех фильмов Нолана есть рейтинг 7,8. Папик — это сериал украинский, комедийный сериал. Ну, название само за себя говорит. Я такой думаю, наверное, это что-то гениальное, но не может быть у сериала, еще и украинского, 7,8 рейтинг. Комедийный сериал, не драма. Я открываю... Я начал смотреть, я такой, нужно, я должен углубиться. Я открываю, и там очень плохо. Ну вот настолько плохо, насколько вы можете себе представить комедийный сериал, снятый в постсоветском пространстве. Отвратительно. И я такой, смотрю рейтинг, захожу, а там уже... Там рейтинг еще растет потихонечку. И я смотрю отзывы, а там отзывы положительные, комментарии положительные. Я такой, что? Может быть, я тупел, и я посмотрел 10 серий этого сериала. Я потратил 4 часа или 5 часов своего выходного, чтобы посмотреть сериал, и я все равно не понимаю, откуда там такой рейтинг, как такое может происходить. Мне кажется, что у Максима просто пабика нормального не было. Возможно. Я просто не... Ну, это, знаешь, не отвлекается у меня в жизни, и я не понимаю ничего. Вот. Если вы фанат сериала Папик, пожалуйста, напишите. То есть, я теперь... Спасибо за твой комментарий, потому что теперь понятно, что ты выбираешь между музеем и Папиком, а не между музеем и стрип-клубом. Так и говори, Макс. Будь честным со своей аудиторией, со своими подписчиками. Ладно. Так, нужно сказать, что на прошлой неделе у нас был День независимости, 15-го, получается, апреля. Да, 73 года Израиля. Вот. Вы как-то праздновали? Что вы делали? Я отдохнул. Я решил, что, ну, как бы Израиль создали, чтобы я в нем отдохнул. То есть, я от России как раз сюда реальтриировался, и в День рождения Израиля я должен прям хорошо отдохнуть. Ну, и я просто ничего не делал, просто провел его в виде жале, по-моему, что-то такое. А я, на самом деле, я натупил, потому что как в Израиле происходит? Есть Йомазикорон, День памяти, и он идет всегда за день до Дня независимости. Но я почему-то подумал, я забыл, что в Израиле все как бы по лунному календарю, все праздники отмечаются. То есть, по факту, в среду был, получается, День памяти, а в четверг День независимости. Но празднования начались в среду вечером. Да. И я не знал, мы в среду вообще пошли к Аркадии, ты тоже туда подошел, мы играли вообще в Настолки, мы играли в Манчики, не самое праздничное времяпрепровождение. Ели пиццу. И я, когда уходил уже, от Аркадия домой шел, я просто увидел толпы людей. И я такой думаю, ничего себе вы вспоминаете жертв террора и войны. Думаю, вот это веселье. И потом до меня дошло, что вот сейчас уже празднование, а я все это время играл в Настолки. И я такой, как же я хорош. Все сделал правильно. Он был стендап, кстати, на День независимости. Не самый лучший, потому что это мои любимые стендапы перед караоке, и мне они тяжело даются, потому что я не научилась еще завлекать аудиторию, чтобы они переставали хотеть петь. А дальше я пошла к знакомым, друзьям, которые гуляли в это время, все. И мне вообще не хотелось пить. И я решила, что я не буду пить. И я приду на тусу, где человек 20, который уже в разных стадиях опьянения, есть очень жесткая стадия, там уже где-то дерутся, где-то там блюют, еще туда. А я просто наблюдатель. Вот реально я вижу, и это так странно. И потом у меня случился диалог тоже со знакомым, что он говорит, что трезвость — это новая этика. Это, ну, что вот сейчас быть трезвым, это выбор, это так круто. Это контр-культура. Мон-конформизм. Ты не пьешь, и так классно, и там создастся такое обсуждение. Но я реально подумала, что это, наверное, странновато. То есть прям, ну, не хотеть пить, и ты не можешь догнать иногда людей, которые вокруг. Ну, не знаю, я как бы хорошо провела время, все остальные тоже, и поэтому... Но мысль и правда такая интересная. В плане, что насколько ты чувствуешь себя комфортно, или как будто другим больше некомфортно, что я трезвая, чем мне. То есть, что какая-то как-то странно. Ну, я понимаю тебя. Я вчера ввел такой азбридный микрофон трезвым, обычно я подбухиваю, и мне после микрофона сказали, что Лев что-то не очень хорошо тебя не ввел, в следующий раз бухай. И это соотносится с тем, что я так же мне пишу в Телеграме, Лев, раньше были интересные посты, ты жрал ВСД, писал интересные посты. Вот, Лев, может, ты поешь уже ВСД? Я думаю, блин, ёлки-палки, я что должен, жрать наркотики на благо толпы? Конечно, и танцевать перед нами голышом, чтобы ублажать запросы. Я и трезвым могу, не то, что в это... На самом деле, мне кажется, что ты ловишь какой-то, ну, когда ты находишься в толпе пьяных людей, ты сам начинаешь ловить этот какой-то вайб, и сам как будто чувствуешься немножко пьяным. У меня был, я один раз ставил эксперимент, когда мне было лет 18, я месяц не пил и тусовался, ну, со своими одногодцами, лодцеба какой-то, которые, ну, бухали постоянно, и мы тусовались там по клубам и все остальное, и это был, ну, интересный экспириенс, потому что, во-первых, я экономил огромную кучу денег, вот, во-вторых, ну, и на следующее утро мне тоже было, я был более продуктивным, и при этом я все равно веселился, мне было норм, но потом я понял, что если чуть-чуть выпивать, то чуть-чуть становится лучше. Но потом постепенно чуть-чуть-чуть-чуть и снова пьешь их свинья. Да, в целом. Я думаю, я уже не в том возрасте, думаю, мне завтра вставать, ужать на север, я не хочу, чтобы мой день весь пошел вот куда-то на смарку, что вот я знаю, что мне будет плохо, мне уберет голова, я буду ныть и страдать, и я вот делаю, принимаю решение, что я не буду пить, я буду бодренькая, но трезвенькая. И вот этот подкаст, который был молодежным, немористическим, превратился просто в занудную беседу стариков. Да, кто еще расскажет про таблетки? Да, я сегодня кипю таблетки, да. Да, пить плохо, давайте не пить, вот не пить, можно столько веселиться, столько всего погибать, можно сходить на выставку, посмотреть на картины. Все равно приплел туда. Можно пьяным на выставку ходить, и по ДЛСД можно ходить, в арт-трип. Я, кстати, тогда предложил ли название такое? Я до сих пор принимаю ваше предложение по названию арт-прогулок, потому что оно меня бесит. Арт-трип это тоже в разработке, вот как арт-ретрит, есть арт-ритрит. Спасибо, Полюция. Класс. Давай расскажи, звучит странно, давай скажешь, это имя человека. Да, Полюция имя человека, это не то, что у меня было ночью. Ты сказала спасибо Полюции, как будто ты ночью что-то приснилась, и ты такая, вот, это название. Это наша слушательница. Все, отлично, прояснили. Давайте поговорим про новости. Да. Давайте начнем с новостей политики. Короче, я вкратце расскажу про политику, там, ну, грубо говоря, нам всем интересна политика, потому что мы с Максом поспорили на пиво, кто будет следующим премьер-министром, и, скажем так, на прошлой неделе все качнуло в сторону Максима, потому что мандат на формирование правительства дали не Таньягу, она вот сегодня буквально качнулась скорее в сторону меня, потому что произошли следующие... Я тебе скажу, что я подготовился, у меня со дня рождения остался приблизительно ящик пива, и я его не пью пока, чтобы это всякий случай, чтобы если что, я тебе просто его отдал. Короче, события были такие, ну, то есть там не Таньягу пытается сформировать правительство, видимо, он начал понимать, что что-то у него не очень получается, и сегодня он подал закон, типа, что давайте введем прямые выборы премьер-министра, то есть у нас, типа, ну, не он подал закон, закон подал по партии АШАС, но, блин, мы все знаем кто, ну, и он самого поддержал, сказал, что, ребята, единственный вариант, чтобы последующие выборы стали последними, это чтобы премьера выбрали на прямых выборах, ну, меня выберите, и я буду премьером, и все, вот, ну, и, грубо говоря, не все однозначно отреагировали, то есть это поддерживают правые партии, понятно, блоки Таньягу, там, религиозные и прочее, там, Емина пока не высказалась никак, Рам сказал, что, черт его знает, рамота арабы, ну, в таком ключе, и Сарского, Сары, типа, когда же рассказали, что нет, полная чушь, ну, и другие сказали, чуваки, мол, ну, да, система требует изменений, но не вот таких вот, что у вас не получается сформировать коалицию, вы такие, теперь, значит, выбираем напрямую, то есть, ну, так не работает, вы так только все ухудшите, и Сарф привел к Саванне Таньягу, когда мы в оппозиции, когда ввели эти прямые выборы премьера 20 лет назад, примерно там, в конце 90-х, и он говорил, что типа политическая система, это не пара носков, которые можно взять и поменять, вот, ну, вот как это все меняется в течение всего лишь 20 лет, это первое, а вторая новость, ну, то есть, это ладно, это ладно, а вторая новость, которая более важна и более интересна, это то, что у нас начал работать Кнесет, то есть, они принесли присягу и теперь должны работать, для того, чтобы сформировать все эти самые комиссии Кнесета, им нужно сформировать такую важную организационную комиссию Кнесета, и… Комиссия, которая будет назначать комиссии, ну, типа, да, и грубо говоря, то есть, в этой комиссии есть места, там, кого-то больше, кого-то меньше, за это идет торг, понятно, что, типа, ну, как бы, кто там, Кто танцует этой комиссией, тот будет сформировать комиссии, грубо говоря. Продон за слово комиссии. И, короче, Ликут выложил свой вариант, значит, вида организационной комиссии Кнессета. Где 99% у Ликуда и один у Шас. Не-не-не-не, там он Беннету много отдал. То есть он уговорил Беннета, этой партии Йемина, чтобы они его поддержали. Но в последний момент партия Арам, арабская партия Мансура Аббаса сказала, вы знаете, мы против. И просто Ликут пошел к черту. То есть за них проголосовали 58 человек, против проголосовало 60. А потом Ешатид приложили свой вариант комиссии. Это оппоненты Ликуда, Ейрвапид, левоцентрическая партия. И его приняли. Вот это прикол. Прикол, да. Получается, его поддержали все арабы и кто-то из правых. Его поддержали все арабы, да. Но его, если не ошибаюсь, не поддержало Йемином. То есть там арабы без Йемина получилось 60, там хватило. 62-61. В общем, вот. Да. То есть, ну и это интересно. То есть это как минимум, это показывает то, что Нитаньягу не сильно там в контроле в ситуации, скажем так. То есть это важная вещь на самом деле. То есть организационная комиссия. Ну то есть пока все идет к перевыборам, да? Ну или перевыборы, или все-таки это правительство, странное правительство, лоскутное под Беннетом и Ейрвапидом. Вот. То есть я надеюсь, что на самом деле, ну типа так, смотри. Мои мысли какие. Ну, правительство лоскутное на годик-полтора. Биби там будут судить. Постепенно там, ну грубо говоря, в чем проблема того, что лидеры очень долго формируются, разные странные связи между лидером и другими там людьми. Если вы меняете лидеры, эти связи постепенно рушатся. То есть если они разрушатся, он не сможет так просто вернуться, он потеряет поддержку. И стране будет только лучше. То есть, ну пример этих связей, это вот то, что, ну я в прошлый раз рассказывал про дело против Неданьяку, который рассматривался, где он там с бизнесменом, который владелец коммуникационной группы Безок, да, типа там и еще куча всего, там, мутившашный, чтобы его хорошо описывать. Ну, короче, такая коррупция, типа, коррупция в стиле ты мне, я тебе. Вот все эти связи будут нарушены, и ему будет не так просто вернуться. То есть, ну и выиграет страна от этого, в смысле. Понятно, Биби играют. Вот, я считаю. Опять-таки. Окей. Все, про политику у меня все. Спасибо. Давайте перейдем плавно от политики, сразу к культуре. Ничего себе. Просто Максим возит нас на американских горках. На эти горки эмоций, просто падение. Фу-фу-фу. На горках подводок. Да. Да, так вот, была интересная новость, что Тайавивский музей, наш искусств любимый, дорогой, большой, великий. Который в топ-50 самых популярных музеев мира. Топ-100. Нет, он же какой-то 48 место. Ну, топ-50. Ладно. Жили, как знаешь. Ну, и как знаешь, в своих законах математики. Да. Пес. И готовят и реституцию двух гобеленов 17 века. Что это значит? Что в какой-то момент Эльвийский музей получил в подарок, или кто-то пожертвовал прекрасные фламандские гобелены, повесил хвестибюли. И вот какое-то время они вообще висели в вестибюли, гордости, музеи и всё такое. Но в какой-то момент пришёл мейл от такой Моссе Restitution Project. Это, в общем, такой фонд семьи Моссе, которые во время Холокоста они были коллекционерами. То есть вот их коллекция вся была раскрадена нацистами в этот период. И, соответственно, она разбросана по миру. И таких историй очень много. И то есть нужно понять, что по миру сейчас больше 650 тысяч произведений, которые ищут разные семьи, владельцы, и пытаются их вернуть и как-то восстановить справедливость. Что это нам говорит, это то, что музеи перестают быть наивными, потому что раньше все радовались подаркам, что вау, Ван Гог, о да, мы великие, все посмотрите, вот у нас Ван Гог. А потом приходит мейл, где написано, что вот это наш Ван Гог. И дальше музей должен перепроверить эту информацию. И так как это тоже, ты не просто берешь Ван Гога и отдаешь его тому, кто попросит. Нужно доказать, проверить, все установить, что тоже достаточно долгий, трудоемкий процесс. Но, тем не менее, в большинстве случаев в какой-то момент нужно будет расставаться с этим произведением искусства. Я правильно понимаю, что вот те картины, которые пожертвовали музею, они не принадлежали тому человеку, который их пожертвовал? Нет. То есть это может быть в какой-то момент, то есть ты не можешь проследить, это либо украдено, либо продано на каком-то аукционе дальше, впоследствии. И есть какие-то подделанные документы. То есть это разные истории. Это же, на самом деле, очень интересно. Вот ты, допустим, на аукционе купил картину, потратил свои деньги, дал ее музею погонять, ну, эту картину. А потом приходит какой-то человек, родственник которого, там, давно украли картину, и он претендует на нее. Как дальше решать эту проблему, что я-то свои деньги потратил, я же не то, что украл ее. Я ее не воровал, я заплатил свои деньги. Почему у меня забирают картину? Типа, как это работает? Это для меня вообще непонятно. Ну, он доказывает, наверное, возвращает, может, даже деньги. То есть истории разные могут быть. Но есть, видишь, даже вот эти фонды, которые занимаются на законодательном уровне, получается, доказывают то, что вот это истинные владельцы этого произведения искусства. Как разбираются с теми, кто еще попал в цепочку, я не знаю. Но мне не кажется, что это, на самом деле, супердлинная эта цепочка. То есть кто-то или жертву, или дарит музею картины эти, экспонаты. И потом, ну, или в судебном плане, или в каком это все пытаются разрешить. Но также еще был кейс, когда одна из картин, тоже из этой же коллекции семьи Моссе, она была тоже найдена в музее Телевистском, и музей выкупил эту картину. То есть у них хватило средств ее выкупить. То есть есть еще такой вариант. Но, видимо, на два гобелена нам не хватает денег. Но, и просто прикольно, что как поменялась вообще вся структура, потому что музеи, они должны перепроверять свои фонды, получается, все вообще, что у них лежит, чтобы доказывать, чем они вообще владеют, и кто является истинным правообладателем. И что, мне кажется, когда приходит каждый наш имейл от незнакомых каких-то адресов, они уже содрогаются, типа, что опять? Опять негирийский принц хочет дать мне свое наследство. Не, хочет отобрать у нас какую-то картину. В общем, да, но я понимаю, что и музею тяжело, мне кажется, как-то душевно, потому что там работают люди, которые любят искусство, которые трепетно ко всему относятся. И там, не знаю, если у тебя какое-то произведение искусства, сначала там от открытия музея, все это время, и дальше потом ты понимаешь, что тебе нужно с ним расставаться, то это, наверное, не очень приятно. Но в то же время справедливость должна восторжествовать. И когда у тебя воруют твою коллекцию, вообще еще в таких обстоятельствах ужасных, как Холокост, это тоже не то, чтобы потрясающие какие-то вещи. Поэтому, конечно, картины должны быть, экспонаты возвращены истинным владельцам. Но сам весь этот кейс, мне кажется, он очень интересный. Отлично. И то, что по миру еще столько этих экспонатов, это тоже достаточно занимательно. Ну да, и из того, что я слышал про мир искусства, что там же прям вот эти, ну, грубо говоря, часто там вот эти, знаете, фильмы, как воруют там какую-нибудь статуэтку, да? То есть ее своровали, а ее потом в оборот пускают, там вообще через 30-50, то есть, ну, потому что, типа, палевно. Потом умирают люди, которые ее видели вживую, и ты ее спокойно, там, твои дети или ты на старости продаешь там, получаешь какие-то деньги, то есть что-то такое. Ну еще мир фальшивок, это просто отдельная фигня. Я даже недавно читала про, там, Ноттинг Хилл, но есть такая комедия, очень известная с Грантом и Джулией Робертс, и там вот была использована картина Шагала, что вот он там, он у него висит в календарь с репродукцией картины, она ему в конце дарит оригинал, потому что она вся такая богачка, актриса, та-та-та. Но суть не в том, а суть в том, что эта картина, оригинал, принадлежит японскому коллекционеру, и то есть сценарист, ну, режиссеру нужно было договариваться с этим коллекционером. А ты уверен, что это было, это, например, оригинал был оригинал? Не-не-не, это не был оригинал, но они не могли просто использовать, то есть им нужно было договориться с, вообще, с возможностью сделать копию. И этот чувак даёт добро только в том случае, если после съёмок фильма эту копию уничтожают, потому что эта копия может попасть на арт-рынок и уйти с молотка. В смысле, серьёзно, нельзя сделать копию картины? Нет. Ты представляешь, что посмотрите людей этот фильм? То есть там реально он ударит ему, по фильму, оригиналу. Нет, я не могу понять, что реально в мире ты не можешь просто попросить, чтобы тебе сделали копию, просто какой-то художник нарисовал копию какой-то картины понравившейся. Ну да, приходишь в типографию, ты такой, можно за копию Шагала? Ну и всё, да. Но это невероятно суперкруто сделанная копия, то есть которая выглядит как оригинал. Она реально может пойти на аукцион. И таких кейт, даже на Нетфликсе есть фильмы про фейк в искусстве, это тоже суперинтересная тема, про то, как какой-то там китаец рисовал картины Поллока, то есть где, которые прошли проверки, и никто не нашёл там, что это там пигменты, как проверяют красок, что это поделка, то есть они вышли там на аукционы крупные. Там такие вещи творятся, они просто сносят крышу. Там какой-то художник, который, ну я понимаю, в Китае культура копирования, и вообще идеально, чтобы это выглядело всё беспрекословно, просто они копировали, то есть он, это один чувак, который, он такой, я не знал, что они пойдут на аукцион, я вот просто как на сувениры продаю, вот как ты говоришь. Ну да. Они уходили с молотка, как оригиналы, то есть ты представляешь, какая-то наживка, ну естественно... Не, ну про такие картины, да, но если ты знаешь, что картина Шагала, но оригинал, где он находится, то странно продавать его, ты можешь просто загуглить, там, не знаю, эта картина, и кто, ну где она находится. Ну ты недооцениваешь это. Да, я, какой коррекционер, я видел его, он в магазине висит. Ты можешь сказать, что, ну, вообще-то вот эта картина, там невеста, да, картина невеста, их две было, вы не знали, но Шагал нарисовал две, одну он подарил, значит, своей умершей жене, а вторую... А вторую мне отправил по почте Израиля, она просто все эти годы шла, и я поэтому так долго не мог ее получить. Ну, блин, там, вот если бы ты посмотрел, у тебя взорвался бы мозг от тех комбинаций, которые там вообще происходят, и как... И у меня просто реально, я не могла поверить в то, что я вижу, как они вокруг пальца обвели весь арт-мир созданием копий, там, подделками, и вообще истории этих, это реально выносит мозг. Так что, посмотрите, я тоже потом напишу название, вот, которое на Нетфликсе я упоминала, я напишу. Хорошо. Один из. Ну, и плавно уходим от культуры к самосажению. А, к жести. Ну, короче, на прошлой неделе перед базой Цахова чувак по имени Ицик Саидаини, самосажег себя, ну, то есть поджег себя. Он не умер, пока что находится в критичном состоянии в реанимации. Он ветерал Цахова, ветерал армии Израиля, который участвовал в военных операциях, получил ПТСР, то есть посттравматическое стрессовое расстройство. Ему прописали частичную инвалидность, и, грубо говоря, ему в 2020 году понизили выплаты. Пенсион, ну, у него вот это пенсия военная по инвалидности, в два раза, потому что он не мог, ну, он не работал, то есть и поэтому понизили выплаты, что-то такое. И, грубо говоря, у него был очень тяжелый год, денег нет, у тебя ПТСР, и он психанул, просто понял, что вообще нет пути, и, короче, поджег себя типа, и его потушили охранники, отвезли скорую, и теперь вот буквально вчера, по-моему, или позавчера была большая забастовка ветеранов Цахова, как раз таки инвалидов Цахова, даже не то, что ветеранов-инвалидов. Ну, и они требовали пересмотреть все эти дела, то есть почему ему порезали зарплату, в смысле, почему он там довели до такого состояния и прочее. Ну, и настолько, что даже не Даньягу сказала, что да, мы сделаем реформу этого отделения Цахова по управлению инвалидами, то есть вот этого всего. То есть так что там будут какие-то подвижки, возможно. Ну, хорошо, что будут подвижки, но жалко, что только такими действиями можно привлечь внимание к проблеме и добиться каких-то изменений. То есть, ну, как будто плохой сигнал подают, что если вы хотите, чтобы у вас улучшились условия, давайте кого-нибудь подожжём. Ну да, есть такое. Давай перейдём тогда к хорошей новости и к более хорошей. Это про то, что про полезность в ношении масок. А, я расскажу. Ты расскажешь. А, хорошо. Ну, у нас, во-первых, буквально со вчерашнего дня можно не носить маску на улице. Это вообще восхитительно. Очень приятно, да. Я как будто иду по улице и чего-то не хватает. Я прямо иду, и у меня какое-то ощущение непонятное, что что-то очень странное, странно себя чувствую. С другой стороны, прикольно, выходишь на улицу в маске по привычке, идёшь пару метров, такой, а, можно же маску снять, снимаешь маску и сам улыбаешься, потому что елки-палки. А ты смотришь на других людей, которые идут в масках и такие, типа, ха-ха-ха, дураки, не знают ничего. Ну, сейчас всё равно жарко стало, поэтому тоже это приятный бонус. Очень приятный бонус абсолютно, да, шараф. Вот, и выкатили исследование о том, что в Израиле за этот год сократилось количество обращений в скорую из-за приставов астмы, аллергической реакции на 45%. И они, ну, учёные, связывают это чисто с масками, потому что, грубо говоря, общее количество вызова сократилось на 10%, ну, и это похоже на то, что пандемия. То есть, ну, все сидят дома, меньше травмируются, меньше в опасных местах находятся и так далее. Ну, у кого-то дома опасное место, но неважно. То есть, а вот астматики и аллергики прям сильно упали, то есть на 45%. Это значит маски. Ну, и они сейчас готовят инструкции, что в периоды аллергии, там, весной, тому прочим, чтобы аллергики надевали маски, просто и носили, так их спасают, как выяснилось. Класс. Вот такие дела. Не только природа очистилась, но и аллергики немного. Да, немножко. Сегодня мы прям быстро. И сейчас у нас бенефис Льва, который рассказывает нам вообще все новости, потому что я чувствую себя каким-то попаданцем, который год проспал просто. Я такой, что происходит в этом мире? Что происходит? Арабы бьют евреев и снимают это все в TikTok. Я прочтал только заголовок, и я такой, я еще не созрел для того, чтобы читать полностью эту новость. Так что давай, Лев, ты мне расскажешь. Ну, новость-то грустная. Ну, реально в арабском TikTok появляются, типа, в TikTok с тем, как арабы молодые, там всякие пацаны, ну, там реально молодые, накидываются на религиозных евреев, на харидим, то есть часть в Иерусалиме, там в троллейбусах, часть в шахемских ворот. Ну, и там прям реально мирские TikTok, типа, он там снимает, араб там, чувак угорает, там смеется, потом подбегает, дает ему по щечину, типа, его взваливают из троллейбуса, с трамвая, то есть. Ну, какая-то такая вот штука. Потом это в итоге дошло до того, что избили раввина 60-летнего в Яфа, типа, вчера, по-моему, вчера утром, вчера утром избили раввина 60-летнего, тоже это выложили на видео, типа, и вечером там были столкновения, там, ну, вышли евреи, разумеется, типа, что вы охренели, там, слышите, псы, ну-ка нахрен это, попуститесь. Арабы вышли там взвалить из нашего Яфа, потом пришла полиция с конями, там, в таком духе, ну, и были столкновения арабов с полицией, в таком духе. И конями. И конями, да. Ну, мы ехали вот на машине вчера с стендапа и проезжали, там, прям, заставы были, ну, в плане заставы, там, прям, куча полиции, машина перегораживает движение, то есть так вот это выглядело. А кони были? Кони были, конечно, кони в шлемах таких специальных, короче, да. Серьезно? Да. Я не разъедил коня в шлеме. Ну, у него не шлем, у него такая маска на глаза, чтобы, типа, он, ну, типа, чем-то не делал самое. Чтобы его не снимали в Тик-Токе, мне кажется. Блин, я просто представил себе на ОМОНовца в шлеме и этот шлем на коне. Ну, вот. И, короче, я, ну, почитал там примерно, чего вообще кого. Ну, во-первых, у них Рамадан, у арабов, им нельзя есть. И они, ну, да, звереют и только под вечер попускают их немного. Ну, типа, да, это первое. Второе, что, что в этот раз еще Рамадан пришелся на Песах и, ну, то есть, грубо говоря, в Иерусалиме мэрия, вообще, ну, там, тоже там мэр очень религиозный чувак, то есть, понятно, что он, за кого он там, это самое, то есть, ну, они... Мэр из партии США, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Короче, что он сделал? Он просто им отключил Муэдзины их на дни Песаха. Еще раз, дни Песаха пришлись на дни Рамадана. То есть, для них это тоже что-то праздник. И не было никакой попытки найти компромисс, ничего, просто арабы идите нахрен, короче. Ну, они там тоже обоздавились, разумеется. Не оправдываю нападение ни в коем случае, но просто к тому, что, типа, политика могла быть более аккуратной, и это привело бы к меньшему количеству жертв в конечном итоге, если бы вы подумали о том, что у людей тоже там святые прави, святые дни. Вот и все. Вот такие новости. Я даже, ну, хочется и пошутить, и не можется. Ну, не хочется. Не знаю. Так, ну, вот рубрика Культ Просвет, фильм, про который мы говорили несколько раз. Фильм Ася, который практически вошел в номинацию на Оскар. Сейчас я прочитаю вам его описание. Ася слишком рано стала матерью. Ее семейная жизнь не сложилась, и она с маленькой дочкой Викой уехала в Израиль. Прошли годы, дочь стала подростком, а мать с дочерью отдалились практически, перестав общаться друг с другом. Ася сосредоточена на своей работе медсестрой в больнице и редких свиданиях с женатым мужчиной, а Вика тусуется в компании своих сверстников-скейтеров и пытается быть независимой от матери. Когда здоровье дочери внезапно ухудшается, Ася возвращается к роли матери, в которой отчаянно нуждается ее дочь и готова на все, чтобы избавить ребенка от страданий. Вот так говорит описание, и описание достаточно подробное и правдивое. Я когда посмотрел фильм, я записал только, ну, я обычно посмотрю фильм, стараюсь писать заметки, потому что потом я могу забыть что-то. И я за весь фильм написал только одну заметку, что актриса, ну, главная актриса, сейчас прочитаю ее фамилию, секундочку, Елена Ив и Шерохас, которая играет, собственно, дочку Вику, они реально очень похожи, невероятно похожи. И я такой, вот это кастинг, вот это умеет. Да, согласен, там был момент, где трахалась старшая, типа, я думаю, вот очень младшая и трахается, что так ровно, странно, ну, ладно. В машине? Да. А, это ж подумал. Это нас одинаковые заметки сольвал. Кто трахается в машине? И второе, я подумал, что реально в Иерусалиме есть скейтеры, я такой, ну, я жил год в Иерусалиме, и я таких людей вообще там не видел, видимо, я там тусовался. Вот. Ну, короче, фильм мне, ну, наверное, понравился, потому что он реально, как бы снят-то, он очень качественный, история, конечно, достаточно понятная, и все, что там есть, но там понятно зачем, и все понятно, но грустно капец, и это вообще не то, что мне нужно было в этой неделе, если честно, и так-то не то, чтобы очень веселый был, ну, там новости из России очень грустные, очень хатонические, и тут еще фильм про такую жесть, ну, просто потому, что там болезнь девочки развивается стремительно и достаточно трагично, так скажем, не будем спойлерить, но вот так вот, скажем, и это прям, ну, грустно, вот, но если вы, скажем так, если вы не боитесь смерти, не, в смысле, не боитесь получить, ну, то есть, если вам нормально получить некие трагические переживания от фильма, то посмотрите, он очень хороший, и там показано столкновение, не то, что столкновение в ту русскую реальность, израильская реальность, перетекающую друг к другу, ну, он как будто бы фильм про двух сильных женских персонажей, показана их жизнь в Израиле, то есть, как будто там нет какого-то посыла, как такового, да, да, просто показана история, отцы и дети, тема-то основная, мне кажется, ну, мать и дочь, я имею в виду, концептуально, еще мне показалось, что очень крутым лайфхаком, что когда одна из актрис не разговаривает по-русски, и сделать такой, создать гэп языковой, что тоже, что очень распространено, когда дети лучше, знают, иврит лучше, чем взрослые, и это очень прикольно, что, ну, Шира Хас, она же не говорит по-русски, и мне кажется, что это очень крутой лайфхак, соедините, ну, актеров, которые, да, говорят на разных языках, буквально. Да, там фильме просто мать говорит по-русски, а девочка отвечает на иврит. Ну, и это реально, кстати, постоянная история с Дорохотлыхедс, потому что, то есть, я тоже видел таких ребят, ну, то есть, такие вот именно диалоги, что мать прям по-русски говорит, сын все понимает, но отвечает только на ивритию, что он не может русскому изучать. Ну, это прикольно мне показалось. Да, прикольно, натуре, и еще, что тоже такое наблюдение, там она говорит фразу, что вот я прихожу домой, после работы тяжелой, и постоянно вижу твое недовольное лицо, ну, что все, что я делаю, не так, в общем, вот, я подумала, что вот это, это если что, мы не пытаем детей, это просто кот орет, что вот ее работа, которая вот эта, альтруистическая, со стариками, она, они ее рады видеть всегда, то есть, они ее прям ждут, и тоже такой прикольный контраст, что как будто она постоянно торчит и висит на работе, еще не только, потому что, ну, мне кажется, это очень тяжело, да, работать, не знаю, как правильно, она медик, ну, она больше, чем медсестра, ну, в какой-то момент спрашивают у этого араба, ты мог бы стать медбра, почему-то не медбрат, как будто она выше его, ну, да, она медсестра, он не медбрат, вот в чем разница, ну, он там, может, что-нибудь там, что-нибудь, да, ну, в общем, и вот это тоже мне показалось таким интересным контрастом, что на ее тяжелой работе, ей рады больше, чем дома, в общем. Ну, какая-то обычная подростковая история, когда дочери там лет 15, ну, 16, понятно, у нее там другие интересы. Ну, да, но фильм такой грустноватый, меня прям пару раз точно так защемило нормально, но хороший, то есть в целом. Ну, а как будто бы фильм, вот про любую, что касается там какой-то сложной болезни, каких-то там сложных отношений, вот он, она вся построена, есть какая-то, ну, конструкция у всех этих фильмов, и он как будто бы очень каноничный в этом плане. Единственное, что мне концовка не очень понятна была, потому что там как будто бы очень быстро прошел этот перерыв, то есть они вроде бы нормально-нормально, и потом вот случается там финал, и он прошел буквально там за минуту, я такой... Ну, да, нет, там потому что показали, что у них в итоге отношения-то, нормализовались там, вот такая нарезка, типа по сути кадров, где они, ну, пришли к этой гармонии, да, но, ну, и в конце финал. Ну, да, поздновато. Поздновато, поздновато. Но в целом, в аккаунте фильм этого, ты знаешь, про Ван Гоги, ну, что тоже они в гармонии, отец и сын пришли, когда отец уже там совсем, типа, загибался. У меня очень понравился Ван Гоги, ну, то есть, но этот, да, я тоже думаю, что, вот, как бы, я не люблю этот вопрос, но что вот хотел автор глобально сказать, я, то есть, есть вот эта проблема явно отцов и детей, ну, как я ее называю, да, взаимоотношения поколений, но по итогу мораль, какая его, режиссера, я не до конца все-таки поняла, что именно он глобально хотел. Мне кажется, там ее не было, он даже не закладывал туда, это просто история. Уважаю, такие фильмы, вау. Ну, да, там нет никакого посыла прямого, то есть, типа, ты делаешь одно, и получаешь другое, там просто проказана история, и все, она логично начинается, логично заканчивается, ну, то есть, как будто нет вопросов после фильма, нет вопросов, почему этот герой поступил так, а не иначе, там вроде бы все вполне понятно и логично складывается из персонажей, которых нам показали. Угу. он просто крепкий фильм нормальный, забавно только на кинопоиске, что написано сборы в мире, тут написано 207 доллара. Это на Патреоне, что ли? Видимо, да. Я не знаю, но он не прокатывался нигде, то есть, это фестивальное, чисто фестивальное кино, вот, и опять же, мы с Альбом скоро подпишем петицию, чтобы в Израиле сделали сраный сервис с израильскими фильмами, который можно заплатить деньги и легально посмотреть нормально, даже пусть без перевода, с какими-то субтитрами, просто сделайте базу. Мне кажется, это вообще не сложно, сейчас все цифровое есть, просто сделайте сайт, загрузите фильмы и показывайте. Так займись, Макс, ты какая ниша, ты же кинолюбитель. Маша, я шутки пишу некогда, некогда. Все, да? Новый фильм мы еще не выбрали, но когда-нибудь мы выберем. Да, напишем, да, выберем и решим. Да. Ну и мы про культуру продолжаем, недалеко отходим, так сказать, недалеко от кассы. Маша, продолжай. Да, расскажу про три, наверное, выставки, очень много мне в голове. Сразу скажу про один из моих любимых проектов, про который я уже, наверное, говорила, раза два. Это Зуму, который мобильный музей, который развивает искусство, назовем это, не в центральных частях страны. И это вот будут, они сейчас с 18 мая будет выставка в городе Лот. Причем они делают там прямо на четырех локациях разных, и все какие-то уникальные, там какой-то склад, какой-то там чуть ли не заброшенный, какой-то особняк, то есть какие-то интересные локации, и они там делают с размахом. Так что, да, отметьте это себе как-то в календарях. Ну, она долго будет идти, по-моему, до февраля вообще идет. Вот, и в прошлый раз они проделали в Кириат-Яме в прошлом году, как раз куда я доехала в первый раз, и делали тогда автобус вообще из Тель-Авива был, чтобы люди могли прямиком доехать на выставку, чтобы было очень тоже мило и приятно. Сейчас, надеюсь, они тоже сделают такую штуку. Ну, вот близко все-таки можно доехать на автобус. Ну, Кириат-Ям тоже не очень далеко, так-то. Ну, в районе часа туда ехать. Просто, что удобно, хотя, ну, там еще прискают экскурсии, какой-то гид тебе расскажет, привезут обратно, ну, удобно как-то координировать и время свое распределять. Да, потом выставка еще открывается, новая в Насима-Ландау галерея, это такая сейчас на карте города новая, но уже яркая галерея именно коммерческого искусства, можно сказать. Там больше не израильских художников, а современное искусство со всего мира. И там даже, кстати, я разговаривала с кураторшей, она говорит, что многих они вообще находят в Инстаграме, то есть какие-то популярные художники, но молодые, но уже там с большим количеством подписчиков они могут даже вот так как-то искать, что интересно для галерей. И там будет тоже групповая выставка со 7 мая, да, и там привезут, блин, Аршама, в общем, это крутой чувак, считается в современном искусстве, сейчас у него серии и такие скульптуры, которые как прорезанные внутри драгоценные камни, то есть они как испорчены, чуть раздроблены местами, и тоже они написали, что вот первый раз в Тель-Авиве, по-моему, но мне точно написали вот друзья Стёпа с Алиной Айфо, художники стрит-арт, что у него были его работы представлены в Холонском музее дизайна когда-то, вот, то есть это, видимо, первый раз в Тель-Авиве, но не первый раз в Израиле, и это прикольно сходить посмотреть, я думаю, что в арт-прогулку тоже я включу, когда сама посмотрю, потому что я не знаю, кого они ещё вместе с ним поставят, но, скорее всего, одну скульптуру точно там должны выставить, просто имейте в виду, что имя это достаточно известное в современном искусстве мировом. ещё выставка новая в Эдмонд-де-Ротшильд, это такой центр образовательный, культурный на Ротшильд-144, там выставка, называется «Чёрный дождь», и там, по-моему, семь проектов разных медиумов, то есть саунд-дизайн, там видео-арт, живопись, я её ещё не видела, но я иду на неё завтра, куда поведу группу тоже, и там вот это прям современное искусство уже израильское, да. Я уже боюсь, что я что-то забыла, что хотела, но вроде вот пусть будет так, и так много информации. Нормально, спасибо, интересно. Давайте про музыку расскажу, не очень долго. В общем, мне попалась группа, которая называется «Дор Амабуль», это в переводе севрита — это поколение потопа, то есть это танахическая штука, когда был потоп, вот этих всех смыло, значит, всех этих грешников, и примыло, значит, новое поколение праведников. В общем, это такая классическая поп-рок группа, такая каноничная. Вот группа «Звери», представьте себе, вот только на иврите, там два брата-акробата из «Реховата», ещё у них пару друзей, и вот они гастролируют, играют. Ты рассказал, что «Реховата» у всех просто хороший звук, хороший в смысле голос, там что-нибудь, слух. Нет, не знаю ничего, а это хорошо. Я когда искал информацию какой-то о группе, я начал гуглить, и я нашёл... Кинопоиск, рейтинг 8 баллов, извините. Отлично, вот это ваш. Я проверяю материал, не всегда заходит. Так, кинопоиск, рейтинг... А, кинопоиск, гугл, гуглю что. Так, я искал информацию про группу, я зашёл, была какая-то статья 2016 года, и там было написано, что вот группа существует уже несколько лет, и они сейчас активно работают над записью альбома. Как вы думаете, сколько альбомов они записали к 2021 году? Ноль? Лев просто выигрывает сегодня автомобиль. Вот. Да, они записали ровно ноль альбомов за столько лет, при этом группа активна, они постоянно выступают, гастрелируют с концертами по Израилю, вот. Но они выпустили всего, по-моему, 6 или 7 синглов, но в альбом почему-то один не собрали. Но, видимо, они сейчас заканчивают, потому что вот у них за последние несколько месяцев вышло пару новых песен, и прям неплохая. Последняя песня, Родца Адам, прям хорошо. Очень хорошо. Вот, рекомендую послушать. Добавлю песню в плейлист на Spotify и плейлист на YouTube, вот, потому что вставлять выпуск YouTube жалуется, и Яша жалуется, и я ещё не знаю, что хуже. Яша жалуется YouTube. Да. Видимо, так и происходит. А в нашем подкасте играет песня незаконно. Да, да, да. Ладно, давайте скажем спасибо всем нашим патронам, всем нашим подписчикам, комментаторам. Нужно больше срачей в комментариях. Пожалуйста, поднапрягитесь, поднавалите ещё что-нибудь. Ну, Максим, нам нужно вытаскивать какие-то контроверсовые мнения, чтобы там были срачи. Да. Так мы сегодня уже про самосложение, нормально, не пошутили. Про избитого раввина в TikTok не пошутили. Очень плохо ребята работают. Нужно подсобраться. Я хотела сказать спасибо патреонам, патронам. То есть, да, если хотите нас поддержать, то обязательно поддержите, потому что нам нужно. И, ну, в плане, мы тут бомжи. Вот. Это первое. А второе, мы начали сейчас регулярно записывать бэкстейдж, то есть там даже самого маленького тира на патреоне уже есть дополнительный контент. Вот. Кроме того, это патреон теперь не только подкаста «Чего-то мы евреев», но и «Всея Ява Балаган». То есть там тоже будет ещё всякий-всякий разный контент, фотографии и прочее. будет, короче, прикольно. А, да, мы ещё планируем, на самом деле, ребрендинг пятничных евреев, поэтому вообще-то, если есть какие-то запросы и идеи, что бы вам могло быть интересно из наших уст и пальцев, что мы, может быть, вдохновились на какой-то новый формат пятничных евреев. Возможно, они не станут не пятничными и не евреи. Мало ли что мы придумаем. Судя по нашему дивану, мы тут очень не евреи. Как выяснились, по комментариям к прошлому подкасту, мы здесь, ну, не особо евреи. Да. Так что пятничные гои можем назвать. Да, пятничные гои. Есть пара вопросов в форуме. Я сейчас зачитаю. Первый вопрос на иврите. Написали, что... Короче, не будем читать на иврите. Очень приятно нас слушать. Не совсем согласен, но что поделать. Спасибо огромное. Это абсолютно нормально. Да, спрашивает человек, чем мы пропали, и что было. Ну, как я уже говорил, просто дела, делишки. Вот. Не, ну, там был большой перерыв, когда у нас просто был выпуск выездной, мы периодически пытаемся прыгнуть выше головы, встать с дивана, как говорится, и записать где-то еще. Голева, встать с дивана, это уже прыжок выше головы. Так что, дайте нам немножко скидки. Посмотрите на меня. Короче, потому что первый вариант был, когда мы снимали на пляже, сработало, а второй, когда мы снимали в музее, не сильно сработало, там получился очень сложный монтаж. Яша там изнывает и монтирует, рано или поздно он его закончит монтировать, и мы его выложим. Ну, выпуск по открытию музея, музей не закрывается, поэтому все будет нормально. Вот. А потом мы на Вадере более-менее раз в неделю выходим, будем стараться дальше так делать. Да, иногда просто все накатывает, потому что мы еще, приходится нам работать, вот. Выступать. Вырабатывать, выступать, и все это совмещать сложно, но мы стараемся, стараемся. Да, много комментариев было про Равкаф, ну, могут два комментария было про Равкаф, и мы расскажем в прошлом выпуске истории о том, как у девочки, наши знакомые Саши, в Москве работает Равкаф в метро, и я с ней сегодня еще поговорил, Розок, она еще раз сказала, что просто к некоторым турникетам старым прикладываешь Равкаф, и он снимает два шекеля. А, так как с ней, как не ко всем? Ну, не каждому, да, типа. А, то есть это все-таки сбой какой-то? Ну, типа снимает два шекеля, что равняет 45 рублям московским, то есть, ну, да, так что абьюз может работать с некоторыми тем самым, то есть, там просто написали, что такое Равкаф, Равкаф это карточка проездного, израильского, вот, это не, ты не можешь этой карточкой нигде расплатиться, только в автобусе, или, ну, там, в поезде ты можешь приложить ее, то есть, не то, что ты кладешь деньги, как электронный кошелек какой-то, подорожник это называлось одно время, когда я жила в Питере, я не знаю, как сейчас, ну, карточка, вот, чтобы, боярышник, в Украине, кстати, не помню, как они назывались, ну, просто проездной так назывался, нет, карточка, там были названия забавные, у каждого, подорожник я помню, зеленый с божьей коровкой, и еще один комментарий, ребята, спасибо за классный подкаст, слушаю, это как с начала пандемии, вижу, слышу, как вы растете, спасибо, очень приятно, вопрос имею, я снимаю бакалаврскую работу, о переезде моей мамы в Израиль, учусь на фото журналистов, пандемия мешает, но вроде что-то получается, что, посоветуете почитать, об миграции из СССР, и России, и в Израиле, и на смежные темы, о том, как живется выходцам из руссковичного пространства в Израиле, и как раньше жилось, интересуют прежде всего научные и научно-популярные статьи книги, но вообще у нас отношение достаточно мягкое, пресса попаракатит, в идеале на русском, английском или невестском языке, спасибо. Я сейчас чувствую, что мы не соответствуем уровню интеллектуального наших подписчиков, да, и слушателей, хочется закончить карьеру подкастера в этой секунды. Да, на самом деле сложный вопрос, я вообще ничего не могу посоветовать. Я так скажу, мне самому недавно посоветовали эту книгу об этом, и я ее не прочитал. Ну так ты можешь рассказать про эту книгу? Ну если бы я помнил ее название сейчас, я бы ее сказал. Я смотрела только документальный фильм, но это не совсем то, что спрашивают, но про русскоязычных евреев, которые пытались уехать в Израиль или в Америку, и вот там рассказывается пару их историй. если этот фильм поможет... Есть ли какой-то боёпик на Шаранского, это который отказник Донецкий Чал, который жил в Москве и пытался уехать в Советском Союзе, пытался смыться в Израиль, его посадили в тюрячку, и вот, и он все пытался оттуда сбежать, и в итоге там во время перестройки его освободили. Это как раз связано, это документальный фильм, это тоже этот же фильм. Как они пытались самолётом говорить. Это же отказник, отказники, да, но там истории других еще семей, вот которые уезжали в Америку в основном, и вот с чем они сталкивались, но и про Израиль там тоже есть. Да, ну в общем, есть потрясающая история, как группа евреев пытались угнать самолёт, чтобы улететь на нём в Израиль. Ну да, это вообще жесть. Она там реально кинематографичная, вот, можете погуглить, я не помню точно, как она называлась, но в целом, вот только такие истории, ничего больше, более умного посоветовать, к сожалению, не могу. Вот тебе, Максим, смотри, Максиму спасибо за стендап в Ультре, бомба вообще, хотеть часовое выступление. Ну, нет, спасибо, очень приятно, до часового выступления мне хватает приблизительно 54 минуты материала, вот, я уже очень-очень близко, но на самом деле, я думаю, что пора заканчивать свою карьерой, пока она на пике, пока никто не может сказать, что стендап был херовый, вот, я могу закончить прямо сейчас, и хер вы докажете, что он был плох. Вот, как-то так, спасибо большое за комментарий, очень приятно. Вообще, публика, вот я ходил только в Ультре выступать, очень классная, спасибо всем ребятам, кто ходит, поддерживает, прям очень приятно. Да, будем заканчивать? Да, будем заканчивать, по времени идеально, мы идеальные, подкаст идеальный, мир идеальный. Спасибо огромное. Да, все, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова